С наступлением весны владельцы милых домашних питомцев сталкиваются с не очень милой проблемой под названием Lincoln, которая ох как портит нервы и отнимает уйму времени на уборку. Сегодня я покажу как избавиться от шерсти на ковровом покрытии и не расходовать ни нервы, ни время. Потому что ко мне в руки попал очередной девайс для наведения порядка от Samsung, который, не благодарите за хорошие новости, может достаться кому-то из вас. Подробнее об этом в конце видео. Так вот, практика показывает, что если прибор отлично справляется с удалением шерсти, причем вот такой жесткой, все остальные загрязнения ему точно по зубам. Что ж, проверим, но прежде чем перейду к экспериментальной части, открою тебе немного теории об этом клининговом профессионале. Jet VS9000, начиная со внешнего вида, заметно выделяется среди других представленных на рынке беспроводных пылесосов. Лично у меня он визуально ассоциируется с ювелирным изделием, наверное из-за сдержанного лаконичного дизайна, металлического основания колбы и серебристо-серого корпуса. В общем, выглядит он реально, что называется, изысканно. На верхней панели прибора находится цифровой дисплей и три кнопки управления. Первая приводит пылесос в действие, оставшиеся две регулируют мощность его работы, делая средней, минимальной или максимальной. На дисплее есть еще несколько ярлычков-индикаторов на случай неосторожного или неправильного использования пылесоса. Первый загорается, если вдруг трубка или контейнер засорились, второй сообщает о постороннем предмете, намотанном на вращающуюся щетку, а этот информирует о неправильно собранном фильтре. Супер, что на такой маленькой поверхности поместились все необходимые датчики для полного взаимопонимания с гаджетом. Уровень мощности всасывания на максималке тут составляет 200 ватт, что очень достойно даже для традиционных проводных пылесосов, а уж тем более для портативного. Я еще не встречала такой мощи среди беспроводных агрегатов. Такую силу всасывания джет выдает посредством мотора с цифровым инверторным управлением, который, представь себе, вращается со скоростью 110 тысяч оборотов в минуту. При этом шума от него максимум на 86 дБ. Примерно как на улице с оживленным движением. Этот показатель в 200 ватт мы получаем вот тут на входе, при условии, что мы не используем никаких насадок. Они чуток скрадывают мощность. Насадки, кстати, влияют еще и на длительность работы. Производитель обещает до 60 минут беспрерывной работы агрегата на минимальной скорости. Если юзать насадки и повышать мощность, время, на которое хватает заряда батареи, снижается до получаса. Аккумулятор тут съемный и за это отдельное спасибо. Тем более, что на док-станции есть адаптеры для зарядки сразу двух батарей и при необходимости можно приобрести вторую. Удобность же в чем? Выполняешь уборку, один аккумулятор сел, меняешь на второй и продолжаешь наводить частоту. Это особо актуально для тех, у кого большая квартира или дом. Ведь не всегда получится прибрать за 30-60 минут, а ждать, пока батарея возобновит свои силы в течение нескольких часов не очень-то удобно. Заявленное производителем время заряда одного аккумулятора составляет 3,5 часа. Что еще хочу сказать о зарядной станции? Кроме того, что она симпатичная и не испортит своим видом даже самый стильный интерьер, тут еще проработаны такие важные моменты, как эргономичность и устойчивость. Благодаря наклону в 7 градусов пылесос устанавливается на станцию легко, надежно фиксируется и не имеет ни малейшего шанса упасть за счет устойчивого основания. Всех перфекционистов порадует набор аксессуаров, идущих в комплекте с пылесосом. Тут их, как говорится, на все случаи жизни. Вот, например, большая щетка с плюшевым валиком. Создана для уборки твердого пола. Мягкий валик и щетинки по периметру минимизируют возможность повреждения напольного покрытия. Твой эксклюзивный паркет или ламинат в полной безопасности. А вот Turbo Action Brush боец универсальный. С ее помощью пылесос легко и эффективно удаляет мельчайшие загрязнения с любого типа покрытий. А вращение роторной насадки со скоростью 3750 оборотов и поворот четки на 180 градусов позволяет легко изменять ход движения и направления. Посмотри, какая она гибкая и маневренная. С такой пластичностью у меня получалось зайти везде, даже в самые сложные повороты и углы. И что тут по очистке? Все легко. Нажимаешь кнопочку, достаешь валик и удаляешь закрутившиеся волосы или другой мусор. Так, а вот она мини-насадка с электроприводом Petcare. Именно этот аксессуар должен лучше всех справиться с уборкой шерсти во всем доме и, в частности, с мягкой мебели и ковром. Сейчас затащу. Тест пройден. Чисто. Осталось еще две насадки. Щелевая телескопическая насадка для уборки узких пространств и комбинированная насадка, спектр применения которой очень широкий. Еще есть вот такой аксессуар. Гибкий переходник. Он поможет, например, удалить пыль с высоких шкафов, техники, полок. В общем, откуда только захочешь. Что ж, убирать мне этим вертикальным пылесосом понравилось. Лининговый процесс происходит в первую очередь легко физически. Запястье не болит, ведь весит основная моторная часть 1,6 кг, а общий вес в полной сборке с основными щетками всего 2,7 кг. И в спине дискомфорта тоже не возникает, потому что регулируемая трубка адаптируется под любой рост. Кстати, изготовлена она из высококлассного алюминия, который при своей прочности и надежности является очень легким материалом. После уборки прибор требует за собой элементарного ухода. Как минимум, нужно опустошить емкость для сбора мусора. Она тут небольшая, компактная. Но большой контейнер в таком пылесосе и не нужен. Хенд стики для того и созданы, чтоб можно было убирать легко, быстро и часто, чуть ли не каждый день. Тем самым контролируя и поддерживая регулярную чистоту в доме, а не давая пыли и грязи собираться неделями. Мультициклонная система пылесборника разбирается и вытряхивается просто. А еще не боится воды, и значит, изредка ее можно и даже нужно промывать. И кстати, грязь, прежде чем попасть в пылесборник, проходит 9 кругов ада. Ну, вернее 5 уровней хепофильтрации. Главный циклонный механизм собирает наиболее крупный мусор. Металлический решетчатый фильтр удаляет грязь чуть меньшей фракции. Потоковый трехсторонний циклон поддерживает мощность всасывания и в то же время отделяет частицы мельче двух миллиметров. Далее за работу берется микрофильтр. И напоследок на страже чистоты стоит фильтр мелкой пыли. Таким образом, пылесос поглощает частицы порошка, аллергенов, плесени и множество других нежелательных элементов, возвращая в помещение идеально чистый воздух, что очень актуально для людей, страдающих аллергией и маленьких детей. И смотри, микрофильтр и фильтр мелкой пыли легко извлекаются из системы и моются. Это гарантирует дополнительную чистоту и способствует тому, чтобы фильтры служили максимально долго. И главное, вне зависимости от степени заполнения контейнера мусором, мощность всасывания остается стабильно высокой благодаря технологии Jet Cyclone. Ну вот и все, что хотела рассказала. Сложно мне расставаться с таким беспроводным пылесосом, но я думаю это ненадолго. Ведь уже скоро Samsung обещает расширение линейки Power Stick и я надеюсь, что какой-нибудь портативный эксперт чистоты снова попадет ко мне на обзор. Это видео было полезным? Ставь лайк, подписывайся на канал и жми колокол. А если хочешь принять участие в розыгрыше этого клиник-помощника, тогда, кроме всех вышеперечисленных ритуалов, тебе нужно оставить ссылку на свою страницу в любой соцсети в комментарии к этому видео. Также заходи на наши телеграм-каналы с мемами, новостями, скидками, там куча всего полезного, обязательно зацени. Ссылки в описании. Еще увидимся, пока!